Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня вторник, 5 декабря, время 21 час, 1 минута в Киеве, 22 часа, 1 минута в Москве, и мы проводим очередной стрим. У нас снова в гостях Андрей Андреевич Пионковский, как и всегда, по вторникам Андрей Андреевич, рады вас видеть. Добрый день, Марк, добрый день, Константин. Ну, мы назвали эфир «Затяжная война», в кавычки взяли, да, потому что это как бы расхожий такой термин, до американских выборов. То есть мы, привязывая к американским выборам, уже третий эфир, обсуждаем разные аспекты повестки, ясно делают, связанные с войной. Ну и ваша интерпретация четвертой мировой, напоминаю, третью, если предполагать как холодную, то четвертой. Но сегодня, я думаю, что в центре нашего обсуждения должно быть как раз, что вытекает из «Затяжной войны», это проблемы с финансированием, проблемы, которые тоже, конечно, связаны с выборами в противостоянии республиканцев и демократов, и конкретно доведшие до конца года и острой точки дискуссии относительно компромиссов финансирования Украины и одновременно взамен требования республиканцев о финансировании программ, связанными с границей укреплением. Вот это всё мы тоже будем обсуждать, но и, безусловно, коснёмся и других вопросов, само собой. Название эфира – это всегда предпосылка для разговора, не исчерпание этого. Ну да, потому что примыкает к этой теме всё и всегда. Вот смотрите, для начала я сразу скажу, что вот сегодняшняя новость, мы её обсудили за эфиром, у Байдена срочно обратились к Конгрессу о помощи Украине, РБК Украина, публикуют эту информацию. Директор Офиса менеджмента и бюджета США, отдел при исполнительном офисе президента Соединённых Штатов Америки Шаланда Янг направил Конгресс срочное письмо о необходимости утвердить помощь Украине. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Bloomberg. В письме об народном Белом доме указано, что прекращение финансирования поступления оружия для украинцев поставят Украину на колени на поле боя. Прямая цитата. Не только поставив под угрозу её достижения, но увеличив вероятность российских военных побед. Далее цитата. Я хочу чётко объяснить, без действия Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки дополнительного оружия и оборудования для Украины и обеспечения оборудования из военных запасов США, написала Янг. Она также напомнила Конгрессменам, что нет ни одного волшебного источника финансирования, у нас закончились деньги и почти не хватает времени, я акцентировала Янг. В Белом доме также утверждает, что финансирование поможет укрепить промышленную базу США, поскольку старые системы вооружения будут доставлены в Украину и замены на новые, изготовленные в Соединённых Штатах. Директор офиса менеджмента и бюджета США почитала, что почти половина экстренного запроса президента будет направлена на производство в США. Хотя мы не можем точно предсказать, какие американские компании получат новые контракты, мы знаем, что финансирование будет использовано для приобретения передовых возможностей для защиты от атак на гражданских лиц в Израиле и Украине. Например, система противовоздушной обороны построена в Алабаме, штат Техас и Джорджии, и жизненно важные компоненты поступают почти из всех 50 штатов, добавляет Янг. Ожидается, что на этой неделе в администрации Байден дополнительно проинформируют законодатель о последствиях непродолжения помощи до конца года. Ну и здесь материал о помощи Украине от США. Надо напомнить, что еще в октябре текущего года Белый дом запросил у Конгресс США около 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер. В то же время, 2 ноября, Палата представителей США приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 миллиарда долларов без упоминания об Украине. Ну вот, вот такая информация. Видимо, меры действительно экстренные, там тоже какое-то время уйдет, даже если Конгресс рассмотрит этот запрос. В контексте этого, Андрей Андреевич, насколько ситуация угрожающая. Ну, вы знаете, прежде всего я добавлю это вчера, это здесь у нас в Машингтоне это письмо прогремело вчера, и я разъясню, это не инициатива этой женщины, она просто ответственна в офисе президента. Ну, разумеется. Да, это письмо президенту Байдена и всего беспрецедентное по своей жертвусти и откровенности. Там в конце еще есть еще два геополитических последствия, она упоминает, что... Ну, еще раз она... Ну, видите, уже все из этих притоков конгрессменов выбивает, вынуждены прибегать ко всем аргументам, что вашим штатам это пригодится, везде там деньги пойдут в оборудовании ко всем аргументам, но причина-то намного более серьезная, она там говорит, что ведь эта победа Путина откроет ему пути в Европу, нам снова придется уже не деньгами расплачиваться, и заканчивает, что слушайте, на вас ответственность за те события, которые могут изменить ход всего 21-го столетия. Ну, что мне нравится этот стиль администрации президента, он подчеркивает еще раз, что они серьезно понимают, что сейчас происходит, понимают вот эту концепцию Четвертой мировой войны, но уже последовала первая реакция сегодня, ну, и она, конечно, неутешительная, ну, дела нет, никто не отрицает, не отказывается, но продолжается вот та же дурацкая возня, тот же наш замечательный Майкл Джонсон, спикер, да, письмо трясло на четырем персонали, лидер в Сенате МакКонова, Требриканцев и Шумахера от демократов, спикеру Джонсону и лидеру демократов, что им напоминает об ответственности. Так вот, по-моему, Джонсон недостаточно услышал тональной ситуации, ну, нам известно, что он, в общем-то, ни ярый, ни противник, он все время подчеркивает, он сегодня снова повторил вот эту х*** свою, да мы не против помощи Украине, но почему наши друзья-демократы не хотят пойти нам навстречу, в общем, они хотят какие-то более жесткие иммиграционные меры. Ну, слушайте, ну, наверное, даже я бы их поддержал, эти иммиграционные меры более жесткие, потому что демократы традиционно, они как-то часть их, они ориентируются на латиноамериканцев, но это не тот случай, вот надо соразмерять все-таки, какая-то провинциальность лезет из этих конгрессменов, что там в штате, что там на границе, судьба мира решается, и вот впервые так откровенно это сказано в письме Орчества президента, очень хорошо, что они это понимают. Ну, что вам сказать, сколько мы с вами можем тут перед украинской территорией, нас же будут бить за то, что мы, вот мы все обещаем, что будет помощь финансирования. Если хотите... Где нам... Рекрессация, вот у нас ручка самописка, где от нас... Если хотите мою реакцию, тем не менее, я все-таки считаю, что будет подписан этот закон о помощи, ну, потому что я перефразирую еще несколько другую формулировку этого письма, что если этой помощи не будет, то Америка заявила, что ее нет вообще на мировой арене, понимаете? Вот это дойдет до этих провинциальных американских карресменов или нет? Ситуация очень острая, да, очень острая. То есть, она реально острая, и у нее политическое решение, а не техническое, выразимся так. Я правильно понимаю? Так, да, понимание глобальной ответственности и роли Соединенных Штатов, потому что продолжать вот эти игры, там, выбивать более жесткое или более мягкое, ну, тоже можно и... Тоже упрек можно и отнести к демократам, но в конце концов, да, поедительные какие-то уступки. Все-таки решается судьба мира сейчас, а не судьба латиноамериканской миграции в Соединенных Штатов. Надо все-таки размерять разный масштаб этих проблем. Так, нас около 16 тысяч смотрят, и около 5 тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная, тут для нас это важно, распространяйте ссылки на эфир. Нет, ну и потом, мы же понимаем. Вот, а представьте себе, какое впечатление это все производит в Украине. Мы же с вами на своем шкуре все это ощущаем. Мы с вами чуть ли не основные виновники непредоставления финансирования. Ведь надо сказать, на Украину оказывается сейчас беспрецедентное давление негативно. В чем оно выражается? В чем оно выражается? Вот, что оно выражается? Со стороны вот даже не республиканцев, я бы назвал это крайним таким ультра-трампистским крылом республиканцев. Они вот срывают это финансирование. И это, конечно, громадный аргумент дает другому крылу американского политического класса, леволиберальной крылу демократической партии, которая, еще раз повторяю, контролирует всю так называемую качественную прессу. Вот эти прогрессисты, они высоковобные прогрессисты, они считают, что пресса – это New York Times, Washington Post, Times, Newsweek, политика, вот это. И мы считаем все эти статьи этой прессы, они последний месяц, ну, просто каждый по одной и той же копирке, по той и той же методичке повторяет, что украинское наступление провалилось, они не завалили своих задач, да и вообще, мы, конечно, им сочувствуем, они жертвы в прогрессе, но они никогда не смогут победить русских, и поэтому разумно сейчас поменять концепцию, вступить в переговоры, прекращение огня, огни в взаимных уступках, пойти на территориальные уступки и так далее. Вот как раз одни не дают денег, а другие говорят, что вот вас всех бросили, вам все равно не дают денег, украинцы, задавайтесь. Вот это, ну, вы лучше меня знаете украинскую медиа, это поток, вот этот нарратив, он находит свою аудиторию в Украине, и мы слышим. Понятное дело. Нет, есть кто паразитирует на ней, есть значительные человека, которые паразитируют на ней. Паразитируют, паразитируют абсолютно по российской части, ну и кроме того, давайте не будем скрывать то, что я всегда старался избегать, и сейчас я не собираюсь в это вникать. Есть очень серьезные расхождения, причем часто личного характера, между украинскими и патриотическими силами. Но мы знаем всю эту борьбу, она сейчас тоже обостряется, она обостряется, и это не приносит ничего хорошего в Украине. Вот если, ну, мне кажется, что вот отрицать, если до Рождества они не смогут принять решение, это крайне негативное воздействие окажет на украинское общественное мнение. Но Украина тоже живые люди, сколько можно вытягивать защиту свободного мира ценой своих колоссальных жертв. Есть усталость от войны, есть разочарование, очень многие искусно это эксплуатировали. Смотрите, как синхронно, я не говорю, не собираюсь негативить в каком-то общем заговоре, но как синхронно действует отказ финансирования, проводимый крайне правыми республиканцами, агитация бесплодности борьбы с Россией, необходимости территориальных уступок, которые идут из либерального лагеря и естественная пропаганда российская. Ну, если вы иногда заглядываете на российские каналы, им теперь не нужно никаких методичек, они часами читают статьи из New York Times, ведут репортажи из Палаты представителей об отказе финансирования и уже охотно, охотно вводят украинские сюжеты из украинских каналов, где взаимные обвинения политиков. В общем, очень тяжёлая картина. Ну, вот мы как на американских горках, то вверх, то вниз, понимаете, в моменте, там, иной раз это наоборот очень вдохновляющее, в другом мы уже съехали вниз, находимся на нижней точке, вот, ну, так войну не ведут, в принципе, мы это с вами отдаём себе отчёт, потому что для того, чтобы добиться целей, а победа Украины, это ж не заход в Кремль, так сказать, въезд на Абрамсе внутрь Спасских ворот, мы же говорим о, фактически, только освобождении территории суверенной Украины, и об этом слова речь среди западных союзников, когда речь шла, когда говорилось о поддержке до победы. Победа – это освобождение территории Украины. Но вот смотрите, Андрей Андреевич, в этой ситуации, в этой ситуации, а какие радикальные меры могли бы изменить её? Вот, скажем, помимо воли отдельных политиков, ну, мы слышим заявление Остина и так далее, я, кстати, вот увидел информацию о том, что уже и про НАТО, значит, разговор такой, пусть украинцы сильно не обнадёживаются, идущие из Вашингтона, из Госдепа, из других мест. Что может эту ситуацию, в принципе, радикально, подчёркиваю, изменить? Не так шажками, а именно радикально. Это военные победы какие-то на фронте, это какой-то прорыв невероятный, какие-то события на Ближнем Востоке, или же в самой Москве, там, раз и отравился грибками, или ещё что-нибудь, как, на Ваш взгляд, ну, с исторической такой, или с Триасовской, если хотите, точки зрения, что бы могло бы эту ситуацию изменить? Ну, если ограничиться с украинским фронтом, это абсолютно понятно. Об этом, собственно, и была знаменитая статья Залужного, которая всеми по-разному эксплуатируется в неверном смысле. Ну, основной это его, основной посыл статьи «Оружие, оружие, оружие». Он напоминает американцам, что посмотрите в свои учебники стратегическое наступление против второй армии мира там на линии фронта, продержённых 600 километров, без поддержки авиации, ну, это абсолютно невозможно. Поэтому вот, кстати, прекрасный ваш лозунг, я хочу уточнить, естественно, я его тоже разделяю, так войну не ведут. Это относится не к героическому Украине, это не относится к героическому Израилю, это относится к Соединённым Штатам. Кстати, на Израильском фронте там тоже, мы же видим, что происходит сейчас в Вашингтоне, какое расшаркивание Байдена перед своим левым крылом. Так, возрастаясь к Вашему вопросу, всё очень просто. Передача того вооружения, которое требует зауженно, это авиация, это дальнобойные ракеты и это большее количество артиллерийских снарядов. И, кстати, ну, все же политические решения по этим вопросам были приняты. Они были приняты с трудом, очень долгое было сопротивление внутри американской администрации. Есть два положительных момента развития внутри американской администрации в течение последних месяцев, на которые мы с вами возлагали большие надежды. Во-первых, после разоблачений в августе и сентябре и секретных переговоров по Траку-2, проводимых Томом Грэмом по эгиде Сальвана, и разоблачения скандальных договоренностей Бернса в Москве в ноябре 21-го года между ним и Путиным. Влияние этой группы резко услабело внутри администрации. Сейчас основными спикерами являются Блинкин и Остин. И второе, вот реакция администрации, включая президента Байдена на события в Израиле, на эту атаку террористическую чудовищную, ну она была почти идеальной, как раз реакция этой настоящего лидера свободного мира. И она касалась, что меня особенно-то порадовало, по-моему, я несколько раз вам рассказывал, по своему обращению к нации 9-го октября Байден слово «Украина» использовал чуть ли не чаще, чем Израиль. Самая первая фраза, выделенную эту параллель, Путин и Хамас, Путин и Иран, два тоталитарных режима хотят уничтожить независимое свободное государство на автосоюзника. Мы, как лидеры свободного мира, никогда это не позволим. Вот эта концепция мировой войны с двумя фронтами, израильским и украинским, которые мы с вами здесь два года пропагандировали, она, наконец, была принята на высшем уровне, в Северных Штатах, и Байден сделал очень важный практический шаг, он послал два авианосных соединения, которые сорвали, собственно, планы Ирана. Безусловно, да. Потому что это же был проакционный шаг. Почему такая чудовищная жестокость? Ну, чтобы они оставили Израилю другого выхода, как втянулся наземная операция в Газе, в это время Хазбова должна гораздо более мощный группа направить удар. Вот этот удар американцы сорвали. Надо отдать им должное. И вот эта философия войны против двух тоталитарных режимов, она, конечно, заряжала нас всех на победу. Ну, смотрите, какая реакция безумная просто началась этого леволиберального калорийно-демократической партии со всей своей качественной прессой. Вы иногда смотрели телевидение, то есть CNN, да все, все эти качественные прессы, они стали органами Хамаса. 24 часа в сутки нам рассказывают о чудовищных страданиях миролюбивого населения Газа требует немедленно прекратить израильскую регрессию, на Тиньяху, конечно, палач Газы. Но судя по той тональности обвинений в отношении Байдена со стороны леволиберального края, скоро и Байден будет объявлен палачом Газы. Ну и начнем, вот переходим к теме выборов. Это же, все же мы видим, как резко упали за время вот месяц, уже два до войны в Израиле, резко падают рейтинги Байдена. Это понятно почему. От него уходит его основной избиратель. Еще раз напомню зрителям, у него было три консолидированных группы избирателей, которые обеспечили его победу в 20-х году, это, ну, те же самые прогрессисты леволибералы. Потом негритянское население, афроамериканцы, они всегда поддержали Байдена, он исторически был запоробачен окружным населением. И молодежь, молодежь, там, до 35 лет, 80% избирателей голосового. Теперь все эти три категории, они в большинстве своем сторонники Палестины, по разным причинам. Ну, для левых либералов это такая же священная часть их священного Евангелия, как там, я не знаю, гендерное разнообразие, ЛГБТ, Брэклэф Мэттес, глобальное потепление, входит в набор, в набор аксиом, который прогрессисты должны поддерживать. Афроамериканцы тоже оказались пропалестински настроены, во-первых, там многие из них исповедуют ислам, ну, и потом всегда у них как-то солидарность с угниченными и порабощенными. Ну, и молодежь, молодежь, особенно интеллектуальная, вышедшая промытыми мозгами из лучших американских университетов. Ну, мы видели, как в Гарварде 200 профессоров подписали прохламасовское заявление. Вот это, то есть, вот вся эта пропалестинская тусовка, она обрушила рейтинг Байдена. И смотрите, что он теперь делает. Да, я скажу больше, тут уже в Америке это, не знаю, широко известно, нет. В этом самом, в Госдепартаменте масса молодых сотрудников, выпускников, клерков, советников, они пишут возмущенные письма Блинкину. Возмущенные письма Блинкину хлопают дверями, уходят в отставку. Более того... Из-за КАМАЗ, я так понимаю, да? Да, 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 страдания палестинского народа. В Белом доме старика Байдена там хватают за полы пиджака какие-то, клерки тоже молодые, тоже, потому что там много есть афроамериканцев, муслимс, тоже хватают его. Давление ужасное. И он начинает отступать. Мы же видим, какое... Вот Блинкин, вы помните, как он прекрасно выступал? Я с большим удовольствием всегда цитировал вот это его проникновенное выступление, и сейчас, еще раз повторю, 12 октября, да, в Иерусалиме он сказал, я знаю, как много у вас врагов здесь на Ближнем Востоке, и я знаю, что вы можете справиться с ними одни, но, вот он произнес эту историческую фразу, но пока существует Америка, вам не придется это делать. Мы всегда будем рядом с вами. А сейчас он вынужден приехать и вынужден там бесконечными обкладывать, да вот предупреждайте там, ни в коем случае не атакуйте их так на юге Газа, как на севере. А как на юге Газа, не так на севере, когда этот гребаный Хамас, все их установки военные, все ракеты, все командные посты, все они нарочно, специально... Ну, конечно, естественно. Нельзя, нельзя уничтожить Хамас, не убив при этом достаточно, конечно, мненных жителей в качестве коллектора демоши, это невозможно сделать. И теперь же официально вся эта левая тусовка, она требует... Ну, в чем еще удержался Блинкен? Пока еще Байден официально не потребовал прекращения огня, но давление именно в этом плане ведется. А что такое прекращение огня? Это значит победа Хамаса. Прекратить огонь, это значит постоянное прекращение огня. Это означает, что те люди, которые совершили чудовищные вещи в отношении к евреям 7 октября этого года, они останутся безнаказанными, более того, они останутся во главе такого себе вполне квази-государственного образования Хамас. И что это будет означать? Это значит, что с евреями можно это делать, можно в... Все это можно делать. Кстати, болезнь-зверства чудовищная. Я не хочу... Надеюсь, никого не будет шокировать. Я вам скажу, ничего подобного не позволяли себе ни ИГИЛ, ни нацисты. Да, они убивали людей сотнями, тысячами, они негодяи, преступники. Но вот такого надругательства над зверствами мы не помним в мировой истории злодейства. И если эти люди останутся безнаказанными, то все эти враги на Ближнем Востоке, которые сказал Блинкин, они поймут, что с евреями можно делать то же самое. Это уже окончательное поражение. Каждая война Израиля – это война за вставание. И 48-го года, и 57-го, и 73-е. Вот эти события 7-го октября, они наглядно показали, что будет с каждым израильтянином в случае проигрыша Израиля войны. И в этих условиях вся эта служба требует от Израиля остановиться и не уничтожать Хамас. Ну, что... Я просто замечу, что здесь есть особый цинизм. То есть, вот они извиваются только и исключительно по поводу вот такой вот масштабный заход произошёл именно в связи с Хамасом. То есть, по Украине, да, какой-то был всплеск начальный, а потом мы ничего подобного не видели. Вообще ничего. Вот не вот этой интеллектуальной среды леволиберальной молодёжи, выходцев из кампусов, вот этой, значит, стихии уличной, такой вот с широким масштабом. Не концентрированно один раз вышли, а вот так вот, последовательно, долго. Вот удивительное дело. То есть, по поводу Украины не шевельнулся ни один член, понимаете? Я продолжу эту аналогию, Ваш Марк. А вы помните, что делалось с городом Алеппо советские войска? Да, в частности. Благодаря с генералом Саровиде. Да они гордились этого. Помните? Восторг. Мы использовали на жителях Алеппо 145 новых систем вооружения. Они специально издевательски запускали какие-то ракеты со дна Каспийского моря, ещё какое-то. Там чудовищные вещи творилось. Там погибло гораздо больше людей. Хоть одна свобода либеральная пискнула там. Нет, вообще ничего. Нет, ну хорошо. А сами американцы, когда они брали Масул, Ираку в плане борьбы против ИГИЛа, там, что не гибли мирные жители, ничего, ничего. То есть, это явно антисемитский характер. Да, это избирательность имеет вот эту направленность, потому что еврейский вопрос очень чувствительный, понимаете? Он не такой чувствительный, как гибель суннитов в Алеппо или в Хаме или в таких же городах, понимаете? А еврейский вопрос очень чувствительный. Он вызывает возбуждение на глобальном уровне. Понимаете, он открывает возможность скрытым антисемитам, не стесняясь проявляться в ненависть. Они же говорят, что не потому что евреи, а евреи вот совершают чудовищные вещи. Мы не против евреев, мы за несчастных палестинцев. Ну вот я приведу последний пример, который у меня потрясающий. Вот есть такая Аман-Пух. Она звезда. Я ей даже интервью давал, Аман-Пух. Звезда. Это такая... Она претендует вот совесть, совесть мира, совесть прогрессистов. Вот она вчера виждала, что наш продюсер, наш менеджер СНН в Газе, некий Ибрагим Рамсан. Вот у него погибло двое родственников, или даже не двое там человек. И вот что творит проклятый Нелиньяху. Так что ты, Манан-Пух? Ты что, не знаешь, что корреспонденты СНН были приглашены этим Гитлером, палестинским Синобором, на эту операцию? Операцию издевательства над израильтянами 7 октября. Были корреспонденты СНН, Ассоциейд Пресс. Ну, понятно, что это местные были. Это были местные стримы. Ну вот этот самый... Она пожалела этого Ибрагима Манпура. А то, что он либо был там, либо послал туда людей, которые были участниками террористического акта. И как раз забрали для того, чтобы показали вот это торжество. Вот эти... Помните, был такой кадр несчастный Золиценко, обнажённый там в грузовике в каком-то ревизоте? Да, мы знаем, это с фестиваля музыкального. Лия забыл, как Гортом или какая-то... Не Германия, она из Германии, она гражданка Германии. Ну, какая-то смесь там еврейки с немкой. Потом там... На её теле обнаружили биологические материалы двадцати четырёх героев Хамаза, да. Вот, и эта Манпуша, она беспокоится о судьбе этого Ибрагима Хук. Ну, то есть чудовищная, чудовищная несправедливость западного мира. Вот, я не знаю... Так вот, о том же Байна. Я ему третью неделю, в том числе и вашу, объясняю, что невозможно быть одновременно лидером, геонокомандующим вооружёнными силами Соединённых Штатов, лидером свободного мира в этой Четвёртой мировой войне. Он её очень хорошо начал, но нельзя её вести, продолжая быть кандидатом демократической партии на выборах. Потому что одно абсолютно противоречит другому. Почему он вынужден сейчас заигрывать? Вот, позавчера он извинялся уже за то, что в первые эти дни он себя молодцом держал, когда ему начали тыкать в нос цифрами Хамаз о гибели 15 тысяч детей. Он сказал, ну, это недостоверные данные, они, как правило, врут. Сегодня он, вчера он должен извиняться. Ну, так дальше это невозможно. И, кроме того, он выборы уже проиграл. Что бы он сейчас ни делал, для вот этих людей... Возвращаясь к этой теме. Вы полагаете, он однозначно проигрывает и Трампу, и любому кандидату, номинанту от республиканцев. Я правильно понимаю? Любому, любому. Потому что вот эти три основных кластера его сторонников, они к нему уже не вернутся. Сколько заигрывает перед ними, он не вернёт их. Он просто себя опозорит и потеряет полностью лицо. Это не... Я, по-моему, уже боюсь, что он прошёл точку невозврата. У него была прекрасная возможность. Я первым об этом говорил. Ему надо было... Тем более, что ряд крайне левых уже требует его ухода. Там этот Аксель Рот с знаменитой, Дэвид Пиарщик Обамы. У них у левых есть своя кандидатура. Мишель Обама. Она крайне левая. Ну, они, конечно, поиграют на все выборы, но неважно. У него прекрасная возможность сказать, что да, раздаются голоса в демократической партии. Я слышал. В пользу того, чтобы я снял свою кандидатуру. Да, я снимаю. Но я снимаю по другим мотивам. И я, оказалось, судьба поставила меня в роль лидера свободного мира, главнокомандующего жёна Ченщина, в момент важнейшей для будущей истории, для всего истории 21 века, Четвертой мировой войны. Я должен сосредоточиться целиком с моей командой, госсакретарём Блинкиным и внешним вооружением на решении этой задачи. А уж она намного важнее при всём уважении к демократической партии и сходам президентских выборов. Эта задача намного важнее, чем исход Четвертой мировой войны, чем исход президентских выборов. Я думаю, демократическая партия сама выберет достойного кандидата, а американский народ выберет президента. И посвятить себе, и уже не оглядываться на эту левую сводку. Оглядываясь на неё, он ничего не сможет сделать. Я уверяю, они его не сегодня, завтра заставят всё-таки призвать Израиль заключить постоянное перемене, то есть скапитулировать перед садистами, которые показали, как они будут уничтожать весь еврейский народ. И вот боюсь, что уже поздно ему это делать. Он абсолютно показал, что он не понимает это. Это абсолютно несовместимая задача быть лидером в войне против абсолютного зла, и в то же время выигрывать выборы, опираясь на свою партию, половину, которая идеологически сочувствует этому абсолютному злу. Ну вот сейчас нас смотрят 26 почти с половиной тысяч, около 26,5 тысяч зрителей, где около 10 тысяч поставят свои лайки. Я хочу сказать, что наш тут статистика показывает, что, возможно, мы не попадаем в рекомендованные и вообще находимся в каком-то теневом бане именно из-за действий каких-то связанных с действиями Ютьюба самого. Так что это преодолевается только путём вашей активности, наших зрителей, постоянно зрителей. И они не меняются. Этот состав, он всё время такой. Но вот этой активности явно недостаточно. Важно, чтобы вы ссылки на этот эфир продолжали размещать, сколько вы это не понадобилось, ставили лайки и обязательно подписывайтесь на канал Фейдин Лайф. Мы сейчас разбираемся, но такое ощущение, что отписка идёт целенаправленно, так сказать, самим, возможно, Ютьюб. Мы разберёмся с этим делом, но, тем не менее, ничего другого здесь нет, кроме как брать и проверить свою подписку. Если вдруг вас отписали как уж это произошло, неизвестно, вы проверьте, подписаны ли вы сейчас на канал Фейдин Лайф и подпишитесь снова, если вдруг эта подписка слетела. Это очень-очень важно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Андрей Андреевич. Да, у меня все же события проехали. Да, там уже у десятков каналов ведущих то же самое. Идёт отписка целенаправленная, и это не делают сами аудиторию. Ну, кто-то, наверное, делает, но это какая-то стабильная цифра ежедневная, поэтому такое скрывается впечатление, что идёт какая-то целенаправленная отписка, причём отписывают тех, кто подписан и сами не желали отписаться. И мне пишут и говорят, слушай, у меня ни подписка, ни уведомления не приходят. Это очень странно, понимаете? Поэтому те, кто сейчас нас смотрит, наверняка там вифер посмотрит 300-350 тысяч человек, вы, пожалуйста, проверьте, что творится с вашей подпиской, если вдруг она действительно её нет, то подпишитесь и на канал Андрея Андреевича, и на мой. Ну, мы продолжим. Смотрите, Андрей Андреевич, тогда вопрос про Трампа. Разные ходят слухи, рейтинг его высок. Внутри республиканской партии он готовится номинироваться, хотя это ещё не окончательно, ещё любые фокусы возможны, но от него сильно отстаёт Десантис, там Ники Хелли, нам симпатично очень, а нам симпатично отстаёт ещё больше, ну, и там масса других кандидатов и так далее. Каковы шансы Андрея Андреевич, на ваш взгляд, как смотрящего за Вашингтоном, значит, на то, что Трамп, придя к власти, выиграл в ноябре выборы, допустим, допустим, можно скорректировать свою позицию или её скорректирует его окружение, там, у него же, помните, он тоже приходил с Рексом Тиллерсеном, а заканчивал с Помпео, понимаете, о чём? Ну и так далее, то есть, я так условно говорю, там, с Болтоном заканчивал Советник Пансиональной Безопасности, которые, уж, наверное, если бы сейчас находились на месте, на своих позициях, уж отличились гораздо больше решительностью. Болтон от него ушёл в результате. Болтон ушёл, да, ушёл. Помпео играл очень красиво. До конца, до конца. Ну, в какое-то время всё-таки Болтон был, да? Ну, и там были и другие небезынтересные персонажи, но тем не менее, вот вы считаете, позиция Трампа однозначно, он будет подмахивать в Москве, или же нет, не факт, совершенно он может эксцентрически поменять её позицию, если по чечанию случится, что он победит и будет, в общем, действовать гораздо более самостоятельно, как президент. Что вы думаете? Ну, во-первых, основные события Четвёртой мировой войны пройдут в 24-м году задолго до избрания Трампа, так что это не самый главный вопрос. Вот это, когда я обсуждаю на разных каналах своё предложение Байдена, у меня, ну, это естественно, значит, а как же вот Трамп? Да, это важный вопрос, будет Трамп. Я, кстати, отвечаю прямо на вопрос и не верю я в возможный по-украински поворот Трампа. Ну, этот человек очень далёк от того, что, ну, собственно, не о чём говорить. Последние 12 лет президентства, 8 лет Обамы и 4 года Трампа в Белом доме отсутствовал лидер свободного мира. То есть, и не потому, что, как-то, вот человек не выполнял свои обязанности, а и Обама, и Трамп никогда не представляли, не мыслили себя лидером свободного мира. Обама вообще считал, что Запад виновен там перед угнетёнными народами мира, поэтому ни в коем случае вся внешняя политика Соединённых Штатов, это была империалистическая, захватническая, и он придерживался такого полного изоляционизма. А Трамп, у него всё-таки дело-то не только в Украине, хотя удивительный, конечно, его упор такой про пульческую Украину, он идеологически ничем не вызван, кроме, возможно, какими-то загадочными связями с Москвой. Но вот то, что является глубокой частью, стержнем его идеологии, это, конечно, изоляционизм. Изоляционизм, безусловно, это центральное, такое крайне республиканское направление. Да, поэтому с какой стати он здесь, ну, для объективности я скажу, конечно, что на израильском фронте это бы принесло Израилю много успеха. Безусловно, он Израиль поддерживает. Да. Если он пока не поссорился своим зятем, там, не знаю. А он поссорился, нет? Он сейчас поссорился? Ну, что-то, я не следил за их семейной жизнью, но, надо честно сказать, годы президента Трампа это были самые благотворные для Израиля. Да, безусловно. Планово и многое другое, конечно. Вот, собственно, это было одно, это важнейшее было достижение американской внешней политики. Это Пампелло, конечно, сыграло командную роль. Но вот у него, здесь у него было нечто противоперпендикулярно его изоляционизму. На пользу Израиля он, слава богу, вешался очень активно. Вот, не знаю, роль была это Кушнера или нет. Поэтому я бы никаких иллюзий не испытывал по отношению его полукраинских симпатий. А вот, я бы еще раз скажу, все решится в этом году. Или Украина получит сколько там, 63 миллиарда долларов, если, соответственно, достаточное количество истребителей Ф-16. Ракеты это предоставлено, наверное, все-таки не в том количестве, которое украинцы хотели бы, но необходимо наладить, конечно, поток артиллерийских снарядов 155-го калибра. Кстати, 155-й сейчас уже дефицит, говорят, так сказать, в Украине с этим легкий дефицит. Мы не знаем, насколько серьезный. Но у русских тоже не востроги. Соперноч, русские надеются на Северную Корею, у украинцев на Южную Корею. Ну, в общем, это решаемые вопросы. Вот когда вы сказали, так не ведут войну, еще раз повторю, абсолютно с вами согласен. Ну, конечно. Давайте все-таки вернемся к началу войны. Вот сегодняшнее письмо вчерашнее, оно заканчивается, я уже говорил об этом, предупреждением сенаторам, что вы совершите колоссальную ошибку, которая определит судьбу 21-го века. Разве Соединенные Штаты не совершили уже такую ошибку в начале русско-украинской войны? Давайте вспомним. Вот веселый 21-й год и первые два месяца 22-го, когда русские ходили хороводом там целый год вокруг территории Каэрии. Какова была реакция? Запад, ну, какие-то предупрежающие слова, да, но что делал Байден каждый день буквально? Ну, он утром просыпался, пил кофе и делал заявление грозное такое жесткое. Мы будем сражаться за каждый дюйм Article 5 в территории. Вот это его Every Every Inch вот здесь стоял. Ну, что это означало Москве? Да, мы будем сражаться за каждый инч. Значит, не будем мы сражаться с Украиной. Мы будем сражаться за каждый инч. Ну, хорошо. Вот. Но, мало того, теперь уже нам выяснилось это разоблачение, в котором я свое посильное участие принимал, с секретных переговоров Бернса с Путиным в ноябре, 5 ноября 21-го года. Оказывается, Бернс заключил там секретную устную сделку. Вот это очень интересно, устная сделка. Эту устную сделку он мог заключить как бы как сотрудник президента Бернса мог по собственной воле заключить устную сделку. Это мы не знаем. Во всем суть была этой устной сделки. Он обещал и действительно вся его деятельность во время войны нам это демонстрировала, что он оставался уверенно обещал Путину, что американцы не позволят украинцам наносить удары по российской территории. А с тем обещал Путин в ответ. А Путин, вы видите, обещал, что наш удар будет ограниченный и мы не пойдем дальше границ Украины. То есть а мы не будем нападать на страны НАТО. Ничего себе сделочка. Ну, во-первых, мало того, что она была позорной, абсолютно позорной, никакие мюнхенские соглашения даже не идут в сравнении. Но кроме того, она была украинские соглашения. Путин как раз собирался напасть на страны НАТО имени. Он же как раз после этой встречи, через несколько дней после встречи с Бернцем, даты совпадают, Бернцем встречались 5 ноября, 15 ноября русские устами этого толстомордого министра Рябкова представили ультиматум Симоната. Собирайте монатки, убирайтесь вон из 15 стран НАТО. И помните, как они требовали, чтобы каждый им письменно ответил государство. Это брошь. Это и на своей пресс-конференции после встречи с Макроном Путин 5 февраля 22-го уже он разболтал, проболтал со своим планом. Он сказал, да, мы уступаем на конвенциональном уровне, но мы там превосходим свои политические воли, своими новыми образцами ядерного оружия и так далее. У него в этой мобилизационной группе, так называемый Путин, Патрушев, Бортников, у них был план победы в Четвертой мировой войне, поэтому я называю Четвертой мировой войну. Это угрожая ядерной войной заставить Запад отступить вот на те границы, на линию, классическую линию Баты Джугашвили, максимального продвижения волоса Джучи на Запад в 1275-м и в 1945-м. То есть, его план был, и кто-то за Бернс предсказывал его, в течение двух недель падает Киев, и в ореоле этой замечательной победы Путин встает на границе Балтии, Польши, размахивает свои и требует уйти, собрать монатки и уйти. Мы помним то состояние Запада, и я почти уверен, что вот этот шантаж он бы сыграл тогда. То есть, Запад был на грани проигрыша в Четвертой мировой войне, на грани ухода из мировой истории, вот благодаря и предательству, и одновременно идиотизму Бернса. Бернс полагал, что, продав Украину, он гарантировал, что Путин не пойдет. А Путин как раз собирался идти. Он разработал теорию ядерного шантажа, он разрабатывал ее 15 лет, начиная с Дальмюнгской рейтинг. Так вот, Запад спасла Украина. Решающим сражением в Четвертой мировой войне стало Гастоминское сражение. Украина спасла Запад от своего позорничьего поражения, от ухода из мировой истории. Это же не кончилось бы здесь, в Европе. Почему СИП подталкивал Путина к этой войне? Потому что, если бы пошел по этому сценарию, потом он просто голыми руками взял бы Тайвань. Америка была бы абсолютно дискредитирована. Вот Запад очень плохо начинал эту Четвертую мировую войну. постепенно как-то они собрались. Вот мы же все это год проходили. Каждый новый этап вооружения, там Хаймерс, Гаубец, Петри, все это проходило с борьбой. С одной стороны, два предателя Соединенных Штатов. Имя так я их активизирую публично в американской прессе. Как молодой гражданин Соединенных Штатов, директор Силла Бернсин, помощник профессионал Наберна Селиван, они препятствовали любому расширению технологической помощи. В конце концов, Блинкин и Остин одолевали. И вот, казалось бы, вот после атаки на Израиль, после целой серии выступлений Байдена, Блинкина и Остина, наконец, мы с вами вытянули Соединенные Штаты за Украину, как бы все вытянуло за Шибар от своих грешей. Вы на уровень лидеров свободного мира, мировой державы. И сейчас вот два препятствия. С одной стороны, идиотизм части протрамповских республиканцев, а с другой стороны, вот это сознательное давление леволиберального обе этой качественной профессии на Байдена. Давление на Байдена с целью сдать его Израиль и давление на Украину, убеждая в Украину, что вот вас все бросили, никто не занимается и так далее. Вот решающие декабрь, январь, февраль покажут, какая из этих тенденций победит, вернется ли Байден к роли лидера свободного мира, а в общем-то выиграть-то войну четвертую мировую с настоящим лидером очень просто. Про Украину я уже сказал, а Соединенных Штатов требуется одна простая вещь. Вот эти два авианосца, они сыграли свою роль, они предупредили участие ХСБУ вот непосредственно в эти месяцы в борьбе. Но после того, как будет окончательно Хамас, просто американцы должны помочь силами, своими силами на Ближнем Востоке к уничтожению полностью группировки ХСБУ. И это будет уже полная победа Израиля, потому что ликвидация ХСБУ сделает абсолютно беззащитным Иран. И тогда уже можно будет спокойно решать вопросы о ликвидации его ядерного проекта. То есть это в силах Соединенных Штатов выиграть и поддержать своих героических союзников Украину и Израиль и выиграть Четвертую мировую войну. Поиграть они могут только по собственной глупости. И это то иное событие произойдет задолго до выбора. Поэтому я не придаю такого очень большого значения выборам сейчас. Сейчас вернется ли Байден к роли лидера свободного мира или его раздавит вот это либеральное крыло и он будет за него цепляться надеясь уцепиться за пост президента. Но он уже потерял пост. Они никогда не будут за него голосовать. Кто ему может объяснить вопрос конечно хороший. Я прошу зрителей к вчерашнему своего эфиру отсылаю с Аленой Курбановой. Там тоже были концептуальные вещи прозвучали. Мне кажется, что были очень вовремя и метко мною сказаны. Мне кажется, концентрировано там можно и мою позицию услышать относительно изменения ситуации с поддержкой Запада в целом и атмосферы, которая вокруг этого складывается. Мы 50, больше 50 минут в эфире были, нас смотрят 28,5 тысяч зрителей и 13 тысяч поставили лайки. последнее объявление. Вы помните, что 27 января в Нью-Йорке Волшаном Фиаты Океан Театра будем так его называть, так будет лучше для уха менее резко в Бруклине пройдет мое выступление сольное. Там ждут совершенно невероятные сюрпризы тех, кто все-таки купит билеты. По ссылке она в описании к этому видео будет и, соответственно, в Телеграм-канале в моих аккаунтах социальных сетях можно найти эти ссылки, пройти, приобрести билет. Там есть билет, по-моему, даже за 50 долларов. Я не смотрел, там продюсеры занимаются. Все средства моего гонорара я, как обычно, перечислю в фонд Елены Зеленской, публичным расскажу, покажу. Наверное, это будет около 5000 долларов, как и в предыдущем выступлении в Израиле, в Тель-Авиве. Я их перечислил публично сказал. Но все зависит от купленных билетов, кстати. Перечисляется больше, если куплено много билетов. Если мало, то просто денег не хватит. Но неважно. В общем, смысл здесь в том, что жду тех, кто живет в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, в близлежащих городах, может быть, дальше лежащих городах, чтобы вы все-таки нашли возможным приобрести билет и прийти на это выступление. Много чего мы там будем говорить уже вживую. Мне кажется, что это должно вам понравиться. Так что жду всех живущих в Америке русскоязычных евреев, русских, украинцев, грузин и так далее. Обязательно найдите возможность прийти на этот вечер. Ну что, Андрей Андреевич, спасибо огромное, что пришли, что нам все рассказали, масса новостей. Я думаю, что будем следить за развитием на следующей неделе, как обычно, во вторник вернемся к их обсуждению. Возможно, что-то изменится в части как раз решения Конгресса США относительно помощи и других вопросов. Спасибо, Андрей Андреевич. Спасибо, да, действительно, блажен, кто посетил Север Мир в его минуту. Ой, не говорите. Да. Ну, всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...